Возвращение к даме Может, тут помню некую даму, которая много лет ходила, смотрела на меня с вытрачными глазами, потому что у нее там смелые все проблемы прекратились после выдуманного нами здесь ритуала. Поэтому не относитесь к этому делу как к шутке, потому что те участники делали другой ритуал, всегда разные ритуалы. Мы их импровизируем. Не относитесь к этому как к шутке, пожалуйста. Я потом расскажу, конечно, почему я с этого начинаю тему про всякие инфернальные силы. В общем, в сущности мы же не верим, правда? Мы же верим в то, что есть какие-то события и точки судьбы, которые мы можем как-то изменить магическим способом. Сегодня мы с вами попробуем, Алена попробует, первый. Захотите, кто-нибудь еще попробует? Создать круг Брахма. Ничего и страшного и сложного в этом нет, Алена. Если вам, можно, да, вас вами руководить? Да. Можно? Вполне. Вполне. Кто-нибудь отодвините вот этот стул, вот этот, который вы... Да, ага. Ну, и туда, ну, чтобы, да. Алена, встаньте, пожалуйста, в центре. Вот там, там ни в коем случае, там. Вот. Вот. Их лучше вот так обнять. Потрясающе красиво. Очень идиотно. Это фантастика, честно. Эти цветы сегодня, правда, ваша волшебная палочка. Чуть-чуть раздвиньте ноги, ну, да, потому что иначе будет трудно. Вот так. А... Дальше... Можно делать не сразу. Вы, не сдвигая ног, Делаете три шага вперед. Не сдвигая. В честь брахмана. Можно закроть базу. Можно не закрою. Не сдвигая ногу. Не сдвигая. Не надо. Расстояние. А... Расстояние между ногами стараетесь не менять. Три шага вперед. Да. Начинаю с правой ноги. Теперь сделайте еще два шага, которые вы считаете танцевальными. Тоже вперед? Ну, можно просто пританцовывать так, как вам нравится. Замечательно. Теперь закройте глаза. Подумайте о боке так, как вы себе представляете. И бросьте цветы. Отлично. Теперь вам придется из этих цветов медленно и неторопливо складывать круг. Круг. Конечно. 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 Круг сильно? Нет. Он находится из центра. Круг. На самом деле складывается из цветочков. Как из головки. В разном направлении. Складываю сюда и вы его ссали. За game. Да. Ух. Замечательно. Ух. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь из оставшихся цветов вы складываете крест, причем головки цветов направлены к центру. В центре оставьте место для себя. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Теперь сложите руки, как обычно Смотрите на него В благодарственном жести Как можно ниже Поклонитесь, знак благодарности Вот этому центру И так постойте Постойте, постойте Почувствуйте Теперь пойдите Две секунды погуляйте по коридорчику Ну я имею ввиду там 20 секунд Вы побыли без нас Одна в одном Лучше, если это мужчина То мужчина должен Как женщина цветы Вот так обнять Почувствовать Что это цветы Суть женской души мира Цветы Как бы Дальше вы ставите ноги Чуть раздвинув их Не очень широко Потому что начать Будет неудобно И это вот как раз Те самые И не сдвигая ногу Вы делаете Три шага вперед А потом еще два Танцевального движения Каким вам угодно И широко бросаете цветы Отпускаете Вот И теперь Из этого костра брахмана Это действительно были цветы Как бы Вы Думая О той проблеме Которую хотите решить Не торопливо Складывая эти круг Помните Да? На самом деле Я нигде не смог Прочесть Что имело значение Направление Но цветы Я не кладу Вот так Пересекаясь Друг с другом Друг с другой Друг с другой Нет Заразно Что иметь Угу. Не торопитесь. Спокойно. Сосредоточены. После того, как из цветов создается круг, в его центре появляется Бог. Его даже не нужно звать. Мантры не зовут Бога. Оба зовут цветы. В середине выкладываете крест. Не-не-не. Головками к центру и цветы по одному. Иначе вам просто их не хватит. Вот так же. И спокойно Егор. Спокойно. Вот для женщины цветы что это значит. Для мужчины это вени. Попробуйте отнестись с нежностью. Брахман зовут. Что-то такое очень странное должно возникнуть внутри Алены. Почему я в коридор. Потому что там какое-то ощущение возникает. В котором надо сжиться. Какой-то провал. Здесь, конечно, не испугает. Здесь, конечно, не испугает. Так. Вот как вы клали цветы здесь. Так они пересекались друг с другом. Должны, как стрела, быть направлены в центр. Спокойно. Не любите цветы. Иначе какой вы режиссер. Сделайте так, чтобы головки были одна за другой. Вот как здесь. По кругу. Алена, покажите моему человеку, что я имею ввиду. Не нервничайте. О. Когда между ними возникнет Брахман? Нееет. Цепочка. Цепочка. Tel. Цепочка. Цепочка. Тепочка. Следите. Теперь выберите себе один цветок, который вы сожгете в огне брахма. Как я стоил, Алена, господин Сивертал, эти цветы не мне. Встаньте, пожалуйста, вот сюда. Так, чтобы цветы оказались у вас между ног. Просто у вас это звучит неприлично, я даже боюсь произносить. Теперь закройте глаза, немножко успокойтесь и представьте себе, что здесь цилиндр мягко светящегося цилиндра, цилиндр света. Там в нем может даже появиться тень брахма. И когда вы почувствуете наконец спокойствие на душе, правда почувствуете спокойствие, не спектакль, а спокойствие. просто отпустите этот цветок и представьте себе, что цилиндр его поглотил. Поехали. 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 теперь идите по кругу чуть-чуть пританцовываю как может стараясь на наступать на цветы я не прахмы а а а а а а стоп теперь встаньте опять же так что какие-то цветы оказались у вас между сложите руки в молитве и так низко как сможете пополнитесь чувствуя благодарность скажите внутреннее спасибо можете встать на колени если хочется алену я не посмел когда вы чувствуете покой внутри можете спокойно встать теперь видите в коридор 2 минут пройдитесь просто побыть одному надо почувствовать это ощущение что перед кем не позировать ложитесь на у итальян снимите белого мне кажется так прямо на всех не хватит так руки раз алену ложитесь вы ногами его голове мне нужен опять это совершенно улетная штука кульца голова и с каждым падением цветка из круга брахма что-то уходит что-то нужное приходит поэтому мужчина разумеется в ритм моим ударом медленно стараясь не царапать лицо шипами именно бросает на нее на него стопы я буду сейчас пришел без там-там и вы чё как без шамана вы закрываете глаза и чувствуете вот как что-то мгновенно уходит из круга когда вы в круге брахмы и вам цвета бросают цветы принесенные в жертву брахма вы как бы сами куда-то бежите во вселенную как бы стараетесь бросать на них цветы увидите такое знаете ощущение полета возникает мне так нравится потом как-нибудь меня выбросаете хорошо я хочу сказать что вы стараетесь совершенно необязательно цветы бросаете ну как вот так вот не кладете они нужно было ощущение падения можно чуть наклониться и стараетесь и просветать чтобы они чуть перекрещивались а это по всему телу да конечно сколько хватит цветов так годится 4 3 2 1 нет на лицо тоже можно бросать вот так вот Субтитры делал DimaTorzok Дышите, дышите, дышите Дышите, дышите, дышите Дышите, дышите, дышите Дышите, дышите, дышите Дышите, дышите Дышите, дышите 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 Продолжение следует... Я знаю, что не охота. Теперь просто сами, очень медленно вставайте, чувствуя, как с вас выпадают эти цветы. Завтра все уйдет. Ну, постойте так, постойте, постойте. Постойте, постойте. Как бы и изначально они играли именно такую функцию. И даже в сайте Шастре написано, что, собственно, поэтому женщины любят цветы. Потому что вот так начиналось искусство. Так Брахма дарил искусство. Вот такая история. Как вы думаете, Алёна, это сработает? Да. Почему это работает? Слышите, такая уверенность? Я тоже думал, да, это работает. Всегда. Чего это работает? Доктор. Чего это работает? Когда веришь в работе? Во что? В Брахму, в происхождении театра, в цветы. Где здесь момент веры? Ритуалы. Ну, ритуал абсолютно вам не знаком. Вы верены, никому. Вы никогда о нем не читали, никогда ничего похожего не видели. И никогда не знали, что театр начинался именно так? Уж тем не менее. И читать про другое. Вы одно рассказывали про другое. Ну, это же, естественно, индийская версия. Можно сказать так. Они утверждают, что индийский театр традиционно начинался вот так. Ну, так как это один из самых древних театров на Земле, то он общий. Ну, как мне кажется, человек думает о какой-то сомнете. Затем он с помощью цветов, которые, ну, как минимум, красиво, приятно и так далее, если говорить просто. Делает некую структуру. Вы видели, как относиться к цветам мужчин? Он, кстати, очень аккуратно, все у него правильно получилось, как и сами относится. Ну, совсем другое отношение, чем у Алены. В другую сторону, кстати. Да, он пошел в другую сторону. Человек, думая о своей проблеме и желании, выкладывает некую структуру. Осознанно думает и с каждой мыслью, с каждой цветочком фиксирует. Потом, я вот только не знаю, шаман здесь обязательная составляющая? Шаманство? Ну, может быть, вот с бомбом. Ну, какой-то музыкальный ряд, да, конечно. Конечно, то был другой музыкальный ряд, как я вам сказал. Ну, и это такой, он как бы славянский бубен, которых, видимо, не было на самом деле. Поэтому это все, вот, да, такая, вольная импровизация. Кажется, таким образом создается вот некий центр, такой фокус его желания, его связи. И потом человек практически гармонизируется с тем, что он создал. Он же в предметанции, в каком-то предметанции. Только один вопрос. Создается, этот центр создается, или он всегда был? Я думаю, что он всегда был человек, вокруг него как-то, это сам себя воссоздает. Человек воссоздает себя вокруг этого ритуального центра. Очень точно. Вот это вот, вот это вот, круг из цветов. Собственно говоря, Юнка называла архетипом. Давайте немножко уйдем в другую тему. И поэтому, я что-то в последнее время спрашиваю участки. И поэтому архетип – это энергетический центр. То есть, некий набор ощущений, незнаний о сакральности цветов, о сакральности круга, о сакральности пересеченных линий, выстроенных круг, о сакральности креста в центре этого круга. Да? Даже если вы никогда не занимались символикой, в вас хранится. И что-то в вас знает, что там действительно водится какой-то бог в центре этого круга. Потому что в слишком многих религиях и культурах этот знак существует очень похожий один на другой. И то, что в вас поднимается, это и есть священное. И это единственное, что на самом деле, это единственное ощущение, которое дает человеку энергию. Но очень грубо говоря, если я люблю, то для меня дама становится чем-то священней. Во всех остальных случаях это не любовь. Ну, точно так же, как и для дамы мужчины. Я ее ощущаю как нечто сакральное, как нечто, пусть лично для меня, и лучше только для меня, но святое. Если этого ощущения во мне нет, это не чувство любви. Это просто одно из возможных описаний. Ну, помните, мы много раз говорили, что человеку хочется расшириться. Любовь – это для него самый естественный способ расшириться. Правда? Но само это ощущение расширения, которое, наверное, ребята испытали лежа, когда на них раняли цветы, из них как будто выпрыгивала душа. Они как будто лежа росли. Ну, я не первый раз делал похожие выстоки, и поэтому могу вам сказать, что обычно нет. Но было просто ощущение падения. Ну, неважно, меняется пространство. Как бы оно… У кого-то это ощущение взлета, у кого-то ощущение падения. На самом деле, это очень зависит от условий родов, то есть как вас рожали. Там довольно интересно все. Но это неважно. И, в общем, есть психодинамика этих состояний, в которые мне сейчас не хочется погружаться. Действительно, если совершенно. Я просто хочу, чтобы вы это как бы почувствовали и поняли. То, что мы не всегда понимаем, что вот у нас есть структуры, и это, собственно, не вера. Мы, когда приближаемся к этим структурам, мы действительно, они, мы. Так как они есть у нас, то это мы. То есть, верю ли я в то, чтобы вы меня правильно поняли, что мы таким образом вызываем Брахму, и он, как в Индии, присутствует с нами некоторое время. В общем, не очень. Тем более, и правила ритуала до конца не используем. Ну, на самом деле, длиннее, сложнее состоит не из двух, это, как я, собственно говоря, показывал, из трех. Ну, это, там дальше просто, дальше надо петь и увеличивать скорость движения. Не верю. Да, что у нас это получится. Но, как только мы разрешаем себе, пусть в игровой обстановке, к этому приблизиться, мы огромное количество вещей можем себе изменить. Если мы целиком зациклены на внешний мир, и, как бы, в таких состояниях никогда не бываем, это очень трудно. Ну, так происходят какие-то изменения, когда мы ходим в церковь, например. Вот, конечно, конечно, из этого движения по кругу родилась церковая Алина. Конечно, которая изначально, несомненно, была сакральным актом, магическим. И недаром, в общем, на самом деле, только я боюсь сейчас... Ну, в общем, наверное, 15-16 век, в общем, возрождали цирк как таковой, резинклейцеры и масоны. Это цирк как институт, как зрелищий. Вот, потому что средние века... Ну, бывало, что нанимали церкви акробатов для выполнения разных всяких спектаклей, но на самом деле цирк – это сугубо масонская затея. Его возрождали как некое новое сакральное действо. Ну, тут я всего не помню, но можно очень много интересного рассказать. И, конечно же, да, потому что первое движение на сцене, на неже, оно круговое. Вот. Если более или менее понятно, о чем я говорю, то вот интересно, давайте вы сами подумайте. Мы много в последнее время говорили. Так вот, и про вампиров-то. Почему в такой моде сейчас вампир на экранах? И в основном на экранах, правда, вот у меня ни одного сна на Серебряной Инте, на сайт, ни одного сна с вампиром вроде нет. Но я думаю, что их не было, потому что дикое количество вампиров ежедневно на экране, по телевизору, в кино. Ну, а почему ты такой модный персонаж? Что он значит? Да, что-то в этом роде есть. И, другом, враги, и... И какой-нибудь обязательно в лоток твоей крови вы жаждете там пить. Партия называется «При народном фронте» типа того. Мы на войне, и надо уже честно воевать, и все. Как бы кошмар просто ужас. Меня так напугал вот рекламный рейд. Ну, это же путинская партия. Это из той же оперы. Ну, враги, и что? Что делают враги вообще? На самом деле, вампир, я могу согласиться, это такой один из самых традиционных образов врага. Вот национальный вампир бьют у нас эмоции. Ну, сейчас очень много в кино положительных, как бы, манкиров. Да, это тоже, наверное... Положительный образ. Да. Это тоже не случайно. Ну, как, как я просто... Не положительный, а привлекательный. Мне так понравилось. Мне так понравились. Вы же вот только любовники, или я это... Даже успел передачу провести. Тихо, возможно. Ну, первый же, он не только покушается на то, чтобы он кинулся из человека, он еще меняет. Меняет, почему делает... Себе так себе подобным. Каким? Бессмертным. Нет, не я, это бессмертным. Бессмертным. Одержимым каким? Одержимым чем? Вы имеете в виду, Катрин Денёв, голод? Нет. Голод, сейчас не даем к маме. Ну, это такой, если нельзя так сказать, был классический фильм французский про вампиров. Он голод назывался. Там Катрин Денёв удивительно красиво высовывала зубы и вкликалась в шею. Со всей грацией первой леди Франции. Тема вампиров, по отношению к ним присутствует, с одной стороны, они какие-то обреченные, вроде они не виноваты, но вот так жизнь сложилась у них. Ну, вампир, давайте признаки внешние, ну, кроме зубов вот этих, да. Он такой... Бледный, ну, бледный, собственно, не любящий. Нет, 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 подожди, бледный, это от чего? Ну, у него кожа должна быть темнотежная. Он живет по ночам. Это вам ничего не напоминает? Вот вам не кажется, что сейчас вот... В основном все живут по ночам. Целое поколение живет по ночам. Причем глобально целое поколение, потому что кто-то живет, вот я знаю, людей с бледной кожей, они живут на дискотеках, а днем спят, а потом идут жить, наверное, в этих клубах. Вот, есть еще айтишники, да, как бы, те вообще живут по ночам. Творческие люди? Творческие люди? Нет, ну, подождите, подождите. Творческие люди не все, только вампиры, правда? Потому что, ну, как-то... Как-то я воспринимаю творческих людей немножко по-другому. Они там что-то выставляют, довольно трудно делать по ночам, там, вставят какие-то спектакли, что они еще делают. В общем, они делают много чего такого, чего поначалу не сделаешь. Да, но... На самом деле, огромное количество людей действительно живет по ночам. Имеет бледную кожу. И еще масса признаков, которые имеют вампиры, да, там, не живет половой жизнью принципиально. Как бы, вот у меня... Ой... Ну, тут я вот не далее, чем позавчера с приятельницей она разговаривала. Художницей, которая... Которая... Ее дочка красивая, необыкновенная. Она уже давно вышла замуж. Они, айтишники, традиционно, там, какие-нибудь... Дизайгом игры занимаются. Живут в Америке. Вдвоем. Детей боятся смертельно. Половую жизнь не ведут принципиально. Шеред жилье называется. Да, 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 да. Да, вот. Ну, самим молодым людьми мне не довелось. То есть, я их знаю обоих, очень давно, поэтому... Я их еще давно не видел. Вот. Что это такое? Похоже ведь, правда? Похоже. Похоже. Там, я не знаю, дневные люди, которые что-то там работают, не айтишники, не творческие видят. Они все удивляются. Что тебе не нравится так вампиры? Ну, в общем, и, наверное, такая одна из целей этой ночной жизни, она как раз... Ну, ее, может быть, не формулирую, но какое-то бессмертие, какой-то рот бессмертия, потому что днем опасно. Опасно, в первую очередь, для самолюбия. Давайте рассуждать. Вампиры пьют кровь. Кровь – это символ чего? Жизни. 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 Радости жизни. Что такое жизнь? Символ жизни. Радости. Ну, она не только символ, она источник энергии, да? То есть там, она несет кислород, кислород, синтезирует АТФ, АТФ – это энергия. В строгом смысле этого слова жизнь – это энергия жизни, да? Вот как бы вампир – это человек, который пьет эту самую энергию жизни. Когда он выпивает энергию жизни, то что остается? Что-то, значит, что остается? Остается два следа на шее, и другой человек становится намбиром. Он подсаживается, это такое наркование, на самом деле. Если он пьет, либо хорошо, либо плохо, да? Я имею в виду, на самом деле, если выпивается энергия жизни, то остается пассивная фантазия. То есть он не дает энергии жизни? Ну, я ничего не делаю. Я мечтаю. Вот что символически передает отъем энергии жизни. Не в смысле, я же при этом не умираю. Я там такой радостный, за ходом солнца встаю из гроба, сажусь к компьютеру, достаешь из холодильника консервы стыденные в ближайшей больнице. Как бы, да, вот. А так как это, там, вот, выживут только любовники, там, у них, им трудно добыть чистую кровь. Поэтому они кайфуют просто от этой чистой крови, пока они есть. Вот. Что это такое? Ну, это просто выпитая энергия или замененная кровь. Это, на самом деле, уход в ночную реальность. В сномическую, в грезоподобную, виртуальную, которой ближе, ближе ей, несомненно, ночь. Правда? Скорость больше интернету. Да, какая-то там есть тайна, связанная с вампирами, поэтому они кажутся кому-то привлекательными. Ну, они обладают некими способностями. На самом деле, проблема всегда в том, что образ популярен как раз в тех самых ситуациях, когда я могу выключить канди и открыть окно. Так лучше будет. Тогда открывайте окно. Не холодно, он популярен, когда вы когда вас туда притягивали. Ну, живут по ночам, с людьми практически не общаются. Смотрите, какой удивительно узнаваемый портрет. Я имею в виду не в сети, а очень. Живут в основном собственными фантазиями. Не желают особо ничего больше. Поскольку фантазиями жить легче. И как бы источник этих энергий просто отнял у другого и все, и живи. Ничего создавать не надо. Да, конечно, потому что при этом же большинство из них кормят родители. Чаще всего родители. Ну, иногда там, я не знаю. ПНИ и это самое жены и мужья. Те обычно терпят недолго. и поэтому, да, ну, в любом случае, ведь вот это пассивное фантазирование, вот если вы задумаетесь, даже если не буду промежуточный этап вот так это рассказывать, это в сущности мечта о бессмертии. Ну, днем опасно. Ночью безопасно, все мои мечты сбываются, я всегда молодой, никогда не умираю. не меняюсь, сижу за компьютером, играю в игрушки, в танчики. Ну, я мотивирую, конечно. И более того, я не хочу искать эту самую психическую энергию для действия. У меня ее выпил кто-то, кто виноват. ну, там, я не знаю. Под меня ушел мужчина, все, все мужчины сволочи, я буду сидеть дома, играть в игрушки, ничего не знаю, не ведаю. Ну, это вимперизм как способ жить, а еще такой довольно поэтому вампир хочу, я просто пытаюсь объяснить, становится идеалом. А сама эта идея лишиться энергии жизни, да, ведь вампир, ну, как бы, живет энергией смерти. Он одновременно жив и мертв пол, жив, пол и мертв. Отказаться от энергии жизни, она, в общем, всегда была притягательна. не действовать, уйти в ночь, в сумрак, не взаимодействовать жизнью. Там опасно. почему опасно? Для самолюбия, как вы сказали, прежде всего. Ну, прежде всего для самолюбия, конечно. Но если мы говорим о вот такой полусмерти, полужизни, то что такое самолюбие? то давайте его анатомируем. Ну, не знаю, грубо говоря. То есть, человек что-то о себе принял? Я возраст неподходящий, конечно, совсем. Вот тут последние три года, по моему, самолюбию ездят, 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 никак не наездятся. Ну, я заслужил, находясь все время в каких-то какой-то оппозициях. Ну, это неважно. Ну, и что дальше, что ли? Уйти в ночь, клубов не собирать? То есть, такой вариант тоже бывает, когда самолюбия задевается, задевается. нет, ну, конечно, как же не реагировать? Как же не реагировать? Я не про то совершенно, я про то, что, что такое задетое самолюбие? Чем оно страшно? Ну, я пытаюсь, на самом деле, когда внешний мир обесценивает то, что для тебя цену, каким-то образом. А это как возможно? Я не знаю, для меня цену, аира. Как с миром мне? Такое говно. И что? Вы думаете таким? Тогда, если это возможно, то для меня ирена цену. Нет. Если кто-то придет и скажет, да, это самое, как это, что-то, послушай, Ваня, она, наводчица, да, и глаз подбит, и ноги разные, а мне плевать, мне очень хочется, я почему-то основную часть стихов забыл. Вот если для меня ценно, то я плевать, понимаешь, как бы, есть ли ценность, а вот если я эту ценность придумал, то да, тогда я послушаю, послушаю, скажу, да, ты знаешь, да, действительно, наводчица, глаз подбит, ноги разные, блин, как я не заметил, вот, но тогда не было ценностью, я пытаюсь следующую штуку сказать, не совсем то, есть более глубокий страх, архетипический, почему я не пытаюсь об этом рассказать, причем в связи с вампирами, более глубокий страх это страх того, что кто-то наехав на меня социально, интеллектуально, похитит мою душу, мою индивидуальность если хотите, это было, страх вот у нас очень силеный, у меня тоже, потому что, в общем, несмотря на то, что я молодой все еще, я очень хорошо помню, я, по-моему, родился со страхом того, что посадят, да, как усложениться, в нашей стране каждый человек должен сидеть, сейчас сидит мой отец, я вырос, тоже буду сидеть, такой обряд инициации, чем страшна тюрьма или армия, забреют, уравниловка, большая часть психозов, вот коллега расскажет, случается в момент забревания в армии, почему, это момент обостреливания, это момент лишение индивидуальности, когда все становятся на одно лицо, приятных машинок и на всех надевают одинаковую форму и пропадает, там, Ваня, Петя, Хипарь, не знаю, Рокер, кто-то, как бы являются бойцы, в этот момент похищают индивидуальность, и это очень древнее ощущение, поэтому я все время говорю, поэтому женщины боятся мыши, потому что на самом деле по бесконечно древним преданиям мыши, змеи, это существа, маленькие змеи, это существа, которые могут пробраться во время сна, в организм и похитить душу, так как она находилась близко, на самом деле душа, я под ним тебе рассказываю, здесь вот под ключицами в виде ленты в самых древних преданиях водится, и мыши как бы совсем недалеко даже лазить не надо, раз, и нет души, вот, и при этом женщины боятся мышей, совершенно не зная об этом, да, и гораздо больше во всех этих наездах на самолюбие инфернального страха, что кто-то невыразимо сильный, тоже невыразимо сильнее тебя похитит твою индивидуальность, твою душу, страха гораздо больше, чем, ну, как бы значимости того, что происходит в реальности. и это, конечно, есть образы вампиров, потому что это инфернальные существа, которые могут превратить тебя во что-то такое, совершенно другое, и дальше все зависит от того, хочет режиссер в это превратиться, значит, симпатизирует вампир, не боится, значит, вампири очень страшные существа. Есть такая тема теперь в кемиографии, вампиры тоже люди, то есть их наделяют настолько привлекательными, это старые темы, это тезерантность, проявляйте толерантность, в том числе, и к вампирам, хотя вот, кроме вот, я начала вампиризм как способ жить, очень же популярна среди людей такая тема, вот мы с ним пообщались, он меня там, от вампирил, или он, он вампир, мне после него там, плохо, с этим человеком нельзя общаться, потому что он вампир, то есть это не рассказ о том, как человек живет, вообще, без разницы, на самом деле, а возникает под вопросом вообще со всеми ли коммуницировать среди нас много вампиров или там какое-то количество, не со всеми людьми надо коммуницировать, потому что он вампир, и вот начинается много, очень много истории на эту тему, а это не совсем про кино? Нет, на самом деле, понимаете, какая история, да, но это нечто совершенно другое, на самом деле, к вампирам это не имеет никакого отношения, а к чему это имеет отношение? Я хочу сказать, что это имеет отношение, это у нас вообще очень, не только у нас, но у нас просто веками преодолеваются, эти века у нас очень хорошо, со времен отмены, по словам права, все время говорю, я об этом, как бы, это поиск врага, зачем нужно искать врага? Чтобы на него переложить ответственность, чтобы на него переложить ответственность, для проекции, для того, чтобы снять вину с себя и обвинить кого-то другой, почему мне плохо? Потому что мужик у меня был вампир, или там, мама была вампир, или там, ну, например, это очень разными словами переносится, ну, как бы, это же вот, вот у нас, как, да, помните все, что у нас иностранцы назывались немцы, то есть немые, и как бы, немой это кто такой, кто не может говорить, с которым говорить бесполезно, и вот обратите внимание, когда смотришь сейчас какой-нибудь интернентовый или там, еще какой-нибудь такой пропагандистский канал, то сразу обращаешь внимание на это дело, что человек слушает-то, они же иностранцы, немые, немцы, враги, почему? потому что так еще объявить себя хорошим, главная задача текста про то, что Алена вампир, это не в том, чтобы ее обвинить в том, что она вампир, а всем объяснить, что я хороший, потому что, если я покажу вампиров, обнаруживаю, я же сам никак не могу быть вампиром, правда? Я же только доллара даюсь, у меня так много всего хорошего, а если вы заметили, что вам не плохое, ну так я тут, блин, столько лет с вампиршей прожил, понимаете, как я что-то, вот это какое дело, в некотором смысле, я все время пытаюсь объяснить, гипноз, НЛП, человеком нельзя манипулировать, никто не может у него отнять какую-то там жизненную луку, пока он сам ее не отдаст, пока он не придет к выводу, что ее можно у него отнять, ну да, нельзя человека закодировать, это же очевидная чушь, ну, как бы вот такая, я бы себе нравилось это делать, потому что такая кристальная чушь, ну, изумительная, по той простой причине, что никто не знает, как устроен мозг, гипотеза на гипотезах, но если ему надавить на глаза и брызнуть хлорутилом, то он будет вести себя как шелк, понимаете, как это же, для этого человек должен верить, что им можно управлять самыми простыми идиотскими способами, но никто же не сомневается, правда, в том, что Кашпировский, как бы, там, не знаю, Чумак, это ответ на потребности человека, а не способности этих людей, нет ли вы сомневаетесь, когда мы немножко в этом не сомневаемся, это и есть работа тех самых архетипов, понимаете, какая штука, мы все время надеемся, что не надо будет тратить усилий, даже на уровне тех усилий, которые мы сегодня тратили, даже на составление и проигрывание ритуала, для того, чтобы включить свой собственный архетип, на самом деле, вот, это же то, чем мы с вами занимались, если хотите, но, это некий род моего творчества, да, и вашего тоже, совместного нашего, но, на самом деле, вы сами можете, пользуюсь книжками, даже без них, придумать себе ритуал, не менее красивый, чем тот, что мы делали силу, и удивительная штука, это ритуал будет работать, потому что он будет включать энергию того, во что вы верите, нельзя человеком манипулировать, манипулировать можно только дураку, вы смотрите, вот здесь нельзя, если человек, если человек знает, как это происходит, им нельзя манипулировать, точнее говоря, он, конечно, тоже может ошибаться, его может обмануть жулик, но, чем больше он понимает, как этот жулик работает, тем труднее им манипулировать, вы знаете, как воровка, спрашивали, кто такой Кашпировский, если я говорил, воровка на доверие, ну да, вот вопрос у меня все-таки такой, посмотрите, вот, вот, сегодняшний такой ритуал, человек, который в этом участвовал, он во что-то поверил, ну, нет, никогда, он, в том числе и загадка, он всегда в это видел, только не знал об этом, хорошо, он включает в себя какие-то механизмы и что-то меняется, тогда человек может представить себе, что кто-то другой сделает некий такой, какой-то иной ритуал, который на него будет воздействовать, вот, вот, в этот центр положит какое-то свое желание, против него, я же поучаствовал, со мной же это случилось, ну, правда, вот в этом месте вот такая вера в эти магические истории. есть, нет, есть обязательное условие, обязательное условие, которое изложено, не помните, я так, у меня была гениальная совершенно история, гениальная, когда меня обладал советского доктора, отправили заведовать наркологическим отделением в город Сердобск Пенизинской области, вот, как бы, мне 24 года было. Ну, этот сюр надо рассказывать отдельно, как бы, это там, деревня в глушь Саратов, в общем, не важно, важно, что дело было, где-то там был филиал ЗИЛ, и поэтому там было наркологическое отделение, некому было работать, московское, представляете, все, слушайте, что-то я вдруг по Сердобску стал рассказывать, про что это мы говорили, Ирина? Отрицательное возникновение. Условия, по-моему, условия. Условия? Условия для того, чтобы... Против других, может быть, и полновать. Чтобы тебя заколдовали, для этого должно быть условие. Представляете? А, да, да, да. Ну, и я, правда, по условию еще просто сказать. Суть условия заключается в том, что человек... То есть, мы сейчас с вами положим сюда носковую куклу кого-нибудь, и будем бесконечно... А, сейчас расскажу так. Бесконечно долго заколдовать. Но суть проблемы заключается в том, что нам нужно обязательно посредник. Должен быть обязательно кто-то, кто пойдет к этому человеку и скажет, слушай, я тут был на клубе у Данилина, они клали восковую фигурку твою, тыкали в нее этими... как вилками. Должен распределять. Вот. Я почему по Севдовску все время спобедаю, потому что это был врач-ресюр, и я... Как бы я уже несколько раз об этом по радио рассказывал, там на клубе тоже. Вот. Извините, если кто знает. Я где-то там, и, в общем, мне довольно быстро кончилось, что читать, потому что ехала я на месяц, оставили меня там почти на год. Вот. И там был какой-то чердак, такой тоже сюрреалистический, там валялась куча старых огоньков, и я их стал надеться интересом по вечерам перелистывать, и выяснил одну вещь интересную, что там была такая... был такой раздел «Зарубежная опроса», там печатались рассказы, переводные, якобы. Я потом выяснил, что наверное половина этих рассказов была не переводная, а это была проза советских авторов, которым таким образом давали заработать, ну всяким разом, этим самым, там, диссидентствующим. Вот. И в том числе я там нашел потрясающий рассказ, который я сегодня вспоминаю, и который... автора которого и текста которого я так больше никогда и не нашел. Он там канул Сердобска. Вот. причем это интересно, потому что это был чердак здания, который стоял над огромной зоной, над колючей проволокой. Я там сидел по ночам, читал огонюки при свече, фантастика. Вот. И... рассказ, собственно говоря, очень простой. У нас получался в том, что... ну к некому бизнесмену американскому в городе Нью-Йорке после того, как заканчивается какое-то там совещание, он идет по коридору, и к нему подходит некий интеллигентный пожилой мужчина, снимает шляпу, очень церемонно здоровается, и говорит, извините, пожалуйста, мне... мне велели поставить вас в известность о том, что мы хотим вас убить. Ну, отчего мужику стало просто как-то нехорошо, он прислонился к стене и сказал, что такое вы хотите меня убить? Если я позову полицию, он говорит, ну не боже упаси, посмотрите на меня, я буду вас убивать? Что вы? мы хотим вас убить, это значит, что мы хотим вас убить. Вот у меня есть фотография ваша, которую мне прислали, и по Нью-Йорку есть около 20 тысяч человек, которые просто сидят дома, смотрят на ваши фотографии и желают вам смерти. И все. Нет, мы больше ничего не делаем. Никто не будет вас стрелять. Но мы вежливые люди, настоящее общество, поэтому мне поручили поставить вас в известность. Всего вам доброго. Ну вот, а дальше он там это самое в общем... Он мечется по городу, ну в каждом окошке, в каждом встречном мерещится один из тех 20 тысяч людей, которые в общем все время смотрят на его фотографию и желают ему смерти. И в конце концов он попадает под машину и погибает. Все. Вопрос. Представляете, зона Сердобска. Осенью выехать нельзя. Дороги размываются. До электрички надо было добираться, сейчас не знаю, но до электрички надо было добираться. В общем, по пересеченной местности в сапогах и я благодаря Сердобска знаю, какие вагоны ходили в 20-х годах плацкартные, знаете, эти с кистями, вот такие, да. В 20-х годах там ходили вагоны. вот какие вагоны делали. Да. Я хочу сказать, что, я не знаю, может там сейчас все хорошо. Я хочу сказать, что, ну и что вы думаете? Что касается меня, то я думаю, что дядька был один. Конечно. Никакого общества не было. Знаете, какой кем-то гениально написанный перевертыш, так? А ничего больше не надо. Надо сказать, что вот тут Данилин колдовал и втыкал этого. И они все шумели, шаманили. Но если этого посредника не будет, если я не буду знать, что вы там где-то обо мне колдовали, честно, не пофигно. И это, между прочим, очень хорошо знают Вуду. Очень хорошо знают. Потому что каждый заколдованный насмерть получает какой-нибудь намек. Какой-нибудь намек. Какой-нибудь черное семечко выкрашенной черной краской. В общем, он какой-то знак получает. Как вот эту фотографию. Против него колдует. Почему? Потому что это один из самых древних архетипов, который включается так же, как включается целительский. Там вокруг, в каждом доме кто-то сидит, кто смотрит честно, желает не смерти. А наоборот здесь тоже работает. Или хуже. Вот там в 20 тысяч мы все молимся за тебя, желаем тебе здоровья. Да, тоже работает. Но хуже. Почему? Объясню. Ну, на самом деле из-за по большей части из-за нашего отношения к себе. Ну, то есть вот все знают, что на шкале самооценки подавляющее большинство людей отмечают чуть ниже середины. Не чуть выше середины, а чуть ниже середины. из-за этого, кстати, я так болит самолеза, потому что ты, в общем, и так себя считаешь не очень хорошим, не очень красивым, не очень умным, не очень талантливым. А тут на тебе, на тебе. И эту твою точку зрение подтверждает. Понимаете, какая штука. И поэтому вот такое плохое пожелание всегда работает лучше, чем хорошее, потому что ты все день ждешь из-за этого суеверия проникновения. Что-то придет, посадит, похитит твою душу, отколдует, приворожит, отморозит. Ну а как же вот эти все вот реальные или нереальные, ну не знаю, какие-то такие там случаи, что-нибудь падает, грамотит, ну скажите, все, мы закончили или кто-нибудь еще это хочет тут полежать. Закончили. Хорошо. Нет, просто потому, что на чьи времени не останется. Я продолжу, зачем было. Ну вот смотрите, конечно, ничего такого не существует, но у некоторых людей есть свои опыты, ну вот свои опыты. Одно дело, когда тебе пришел человек и сказал, вот 20 человек на тебя колдует, другое дело, когда ты некую одинаковую информацию получаешь из очень разных как бы независимых мест. Все тебе говорят, что против тебя колдует, тогда точно можно садиться. на самом деле хорошее колдовство заключается именно в этом гениальном убийце из этого рассказа неизвестного автора до сих пор мне. Я все время говорю, если мне кто расскажет, кто это написал, мне бы хоть перечитать это дело. Мне уже начинает казаться за давностью лет, что я сам придумал этот рассказ, там, не знаю, выпив фиринку водки на чердаке в Сердопске. Я хочу сказать, я так не нашел источник. Никогда. Как бы Это был знак тот же самый. Да, наверное. Я пытаюсь объяснить, что, понимаете, какая штука? Нет. Очень много возможно. Но на самом деле, понимаете, мы в действительности не можем принести никакого зла друг к другу, а добро можем. То есть, в том, что происходит, на самом деле, все прямо наоборот. Но с точки зрения той, я не знаю, религии, мистики, которой я придерживаюсь, которую я никогда не скрыл, мы внутренне связаны. Да? Как бы существует то самое единство Платона, единую соборность Владимира Соловьева, или то самое утверждение Платина, что если бы Афина взяла бы тебя за волосы, вывернула наизнанку, тогда и всех людей бы увидел, и Бога, пожалуй, тоже. Как бы в этом представлении мы части одного организма. и очень грубо говоря, как бы, я не знаю, чтобы левая рука желала гангрены правой ноге, очень трудно себе представить. Очень трудно. Или это как бы проблема откровенно болезненная. То есть, ну как бы все равно правая нога гниет сама по себе, а левая рука в этом не виновата. Понимаете, как же. То есть, она по каким-то другим причинам гниет. Не потому, что ей желал зла левая рука. Понимаете, о чем я говорю? И все остальное либо делают люди, которые осознают, что такое внушение, как герой вот этого рассказа, который я столько лет пересказывал. Ну, такой подлинный способ напугать. или это как бы ничем не заканчивается? куча людей занимается всякими этими кладовскими, условно говоря, я не знаю, что такое, ритуаль, ритуальными этими штуками, по пожеланию. все, я вышел, мне уже пришла пора, я давно говорю, что надо, как только у меня все закончится, я помещу в газете объявление из одного слова, это будет слово порчу, и телефон. Должно быть эффективно, люди же этим занимаются. Да, ну и что? Вы сейчас говорили, и как бы все вы считаете, я пытаюсь объяснить, если мы связаны, и если мы познаем любовь, она доходит, а если не любовь, то что такое? Ну, потому что, это с вашей точки зрения, с моей точки зрения, никакая левая мизинец на левой руке не может желать зла ногтю на правой ноге. Хотя, теоретически, он может взять иголку и начать ковыряться в самом себе. Может, но это будет на сугубо физическом плане. А вот зла пожелать одна часть другой не может. Понимаете, как я считаю? А поковыряться может, может даже взять ножницы и отрезать себе, не знаю, что-нибудь, мизинец на другой руке. Может. могут случаться войны, агрессия, теракты, все что угодно. А вот взять, ну, это же просто устройство организма, это его закон. Ну, как бы, я могу заняться членовредительством по каким-то там своим соображениям, но это будет сугубо внешнее членовредительство. Да. Понимаете, какая штука? Я, более того, я без сознательно могу внушить себе, что я болен, для меня это будет способ самозащиты. Но только бессознательно. сядете, будете сознательно усилием воли вызывать у себя, не знаю, дерматит, у себя, у другого получится под гипнозом временно, а у себя никогда. Вы можете себе, там, не знаю, аутагенной тренировкой что-нибудь вылечить, попортить себе аутагенной тренировкой вы ничего не можете. Вы можете с разбегу биться головой о стенку. Это возможно. Это действие на физическом плане. А на внутреннем плане, да, там, я не знаю, йог может остановить себе дыхание. Но это же в его интересах. Ну, зачем-то это надо. Денег подзаработать, например. Понимаете, как хорошо. Но остановить себе дыхание насмерть он не может. Но он может себя умертвить без физических орудий. Но для этого ему придется сделать что-то такое. Перестать есть, То есть, перестать выполнять некую физическую функцию поддержки организма изнутри. Нельзя убить себя усилием воли. Понимаете, какая же и в этом смысле мы можем, правда, можем, можем, вот, если мы создаем правильный ритуал для этого, мы можем кому-то помочь. Но навредить в некотором смысле это значит навредить самому себе. Возможно, но только через физический план. Конечно, возможно. Почему? А внутренним усилием совершить самоубийство? Откуда тогда этот архетипический страх? что это? Ведь огромное количество художественных произведений самых разных про то, как один убивает другого физически через внутреннее, через всякие самого разного через картины, зеркала, через метки и все, что хотите. Это просто страх, что это возможно? это не страх. Это Этого ведь очень много. Это мечта. Ну, это же просто мечта о власти. Очень свойственная многим мужчинам. это мечта о магическом воздействии на другого, о собственной власти. Чем больше таких мечтаний, тем меньше власти. реальнее. И, как бы, вот и все. И, естественно, чем этого больше, тем, к сожалению, ниже и ниже уровень образования. И, ну, уже нормально, это же совершенно, как мы сказали, что способствует сегодня, как бы, дерево сказал в обществе спектакля, что способствует, что создают людей мнение о них. Ну, пиар. Специальная служба, которая передает политикам, пишет им тексты, да, там, как бы, нету реального политика. Вы не знаете этого человека. Вы знаете то, что создал пиар. Вот, существуют элементарные правила, я их могу перечислить. То, о чем вы сейчас говорите, этого все больше и больше. Это то, без чего черная магия существовать не может. Это пиар черной магии. И то, чем занимался мужик из моего любимого рассказа, это пиар. Понимаете, как это значит? Это иллюстрация воздействия пиара на человека. Пиар может воздействовать на человека. Только в том случае, если то, чего он сообщает, соответствует мифам и мечтам человечествам. Ну, что обещают политики вообще? Потому что мы так же спокойно, сидя на жопе, как и сидели, будем богатыми и счастливыми, да? А мы при этом, они нам дадут. А мы при этом ничего делать не будем. Да, а мы ничего при этом делать не будем. Только проголосуем. Простейшее действие. Сходи и поставь галочку. Или что-то участвовать. Ихрен, нажми на кнопочку. И будет тебе все. Ну, все. Вот. И... Тем самым политик объявляет себя кем? Мамой он себя объявляет. Мамой, мамой. Мамой, да. Мамой, да. Из мамы папы, ты мамой? Да. Выкини мусор, я тебе дам тысячу рублей. Вот. Очень простое действие приводит к желательным результатам. Мамой легко манипулирует. Поставь галочку. Это тысяча рублей. пять тысяч одноразово к пенсии. А если бы никто не пришел на выборы, это вообще гипотетически возможно? Да, да, конечно. Это возможно. И это практически, поверите, это идеально. Вообще никто не беспокойся. Спокойно люди сидят там в костюмах, раскладывают, как положено, все. Я говорю, никто не мешает. Хоть один заходит, сумасшедший, зуба зажил, по желудку. Это же просто кайф. И дальше мы говорим, да, в общем, все-таки пассивный политический народ, очень много пришло. Нет граждан. Но все-таки 40%, 30%. И показываются все ракурсы вида на ту бабушку-пенсионерку, которую прогнали. Так, 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 так. И вот и все. Поэтому, да, никто не пришел, это идеальный вариант. Идеальный, спокойный такой. Человек из рассказа мог сам умереть без машины, от страха. То есть, если бы не было дядечки с фотографией, но я не думаю. Нет, нет, там в рассказе машину разбило, а мог просто умереть. Просто вот, если исходить из моей логики, он просто искал эту машину. Да, в какой-то момент начал искать эту машину, не нашел бы одну, нашел бы другую. Часто встречаются рассказы. Там описывались, якобы, научные эксперименты, что человеку приговоренному к смертной казни. Через повешение экспериментаторы предлагали другой вид смертной казни через, например, вскрытие вены. В однозначный день человек был уверен, что его сейчас придут и казнят. Ему завязывали глаза, проводили там холодным лезвием по рукам в клинику, в теплую клинику жидкости, и человек умирал на самом деле. То есть, это фантастическое скандритное такое у нас. Я никогда не читал исследования таких экспериментов, но глобально это возможно, конечно. Так, так, я совершенно точно знаю, что так пытаюсь, пытаюсь вспомнить. Ну, в общем, что-то такое я читал про племена Океании, в которых там шаман... Приговорил к смерти, он умирал... Да, и человек умирал, был абсолютно здоровый, но в точно назначенное время. Да, там даже проще было. Бывало, что племена враждующие, если один попадался, на него наводили оружие. Ну, лук, например, который... Ну, тот знал, что этот лук, стрелы его заражены чем-то или заговорен, и он от одного этого вида уже умирал. Опять, чем ниже аналитические способности, чем больше построены навиги, тем эффективнее такие вещи работают. Поэтому так эффективно у нас сейчас работает художество и в такой моде, да. То есть, чем больше пофигизма, тем здоровее. Чем больше пофигизма, ну, если это тоже... Ну, мне всегда казалось, что на самом деле, чем больше знаний и вообще размышлений на подобные темы, тем здоровее. Ну, вот это же сложная история, а простая – это про пофигизм. Когда нам все пофиг, и тихо она всему. Это не простая вообще история. Все равно. На самом деле она оказывается очень непростой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok